добрый день дорогие друзья часто люди спрашивают задают вопрос вот я вот в этом климате я себя чувствую хорошо а вот в том климате я себя чувствую плохо кто-то себя чувствует хорошо в каких-то таких более прохлад более прохладных условиях а кому-то наоборот лучше в жарком климате и так далее так далее да почему это происходит и что соответственно сделать нужно чтобы даже в том климате который вроде бы как вот не не подходил никогда чтобы вы могли в любых условиях чувствовать себя хорошо полноценно и комфортно от чего это зависит на самом деле все банально просто как и всегда наша переносимость или не переносимость каких-то климатических условий зависит только от одного фактора это возможности нашей адаптационной системы помните мы говорили что существует наше тело существует окружающая среда что окружающая среда постоянно как-то на наше тело влияет соответственно для того чтобы мы не умерли от такого-то малейшего изменения окружающей среды там например был день раз стемнело появилась ночь и чтобы от этого не умерли или давление например поднялось повысилась атмосферное давление или понизилась там дождик пошел чтобы мы не умерли от этого существует система в нашем теле система адаптации возможности такая система которая адаптируется к окружающий к изменениям окружающей среды именно она позволяет нам выживать в любых условиях окружающей среды но если это адаптационное это адаптационная система большая хорошая мощная сильная то тогда мы соответственно можем легко приспосабливаться к любым климатическим мы можем одинаково хорошо себя чувствовать там на северном полюсе и также хорошо себя чувствует на берегу южного каком-нибудь моря до в жаре человек и там и там будет себя чувствовать хорошо если его адаптационная система большая сильная мощная и она позволяет ему и там и там чувствовать себя хорошо но к сожалению происходят какие-то изменения в организме которые эту систему достаточно часто не разрешают а уменьшают что это за изменения элементарно просто любая адаптационная система возможности адаптационной системы напрямую завязаны на силу нашей энергетики чем сильнее нашей энергии тем больше возможности нашей адаптации тем легче нам будет нашему телу приспособиться к тем или иным условиям даже если они прямо противоположны поэтому если у вас например болит голова на перемену погоды до дождик пошел начинает болеть голова или там ловит суставы на вы чувствуете там за три дня чувствуете что будет дождь и так далее так далее если вы вам некомфортно на юге плохо переносите жару или наоборот вам некомфортно в холоде плохо переносите холод всегда руки на его ноги мерзнут и так далее так далее любые какие-то ограничения если вот вашей жизни существуют какие-то некомфортные внешние условия то это всегда уже показатель слабости вашей энергетики и соответственно для того чтобы сделать так чтобы вы могли одинаково комфортно себя чувствовать везде достаточно несложно нужно просто напросто активировать свою энергетику как это делать мы уже говорили но только помните что мало активировать надо еще балансировать да мы говорили что когда плюсу столько а минусу столько то общий баланс будет по минимуму поэтому мало того что вы должны увеличить общую энергию вы должны еще ее сбалансировать чтобы не было вот этого дискомфорта дисбаланса вот энергетического тогда соответственно усилив и сбалансировать энергетику вы будете таким совершенно несложным путем расширять возможности своей адаптации и тогда любую в любом климате вы будете себя чувствовать хорошо благодарю вас